Привет! Всё, что ты увидишь в этом видео, создано одним человеком. Хочу сказать тебе огромное спасибо за каждый твой лайк, комментарий и поддержку. Что такое создание игры? Ради чего создаются игры? Насколько сложно создать игру в одиночку? Большинство игр создаются бизнесменами ради денег. А что если геймер создаст игру в первую очередь для того, чтобы ему самому было интересно играть в эту игру? Интересно изучать мир, вникать в него, проводить в нём время? Это я и пытаюсь сделать, работая по 8-14 часов в день над игрой своей мечты. Спасибо за то, что у меня есть ты. Тот человек, с кем я могу поделиться и обсудить прогресс. Игры в первую очередь должны создаваться геймерами для геймеров. Приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok СБР, ребята. Которая находится в разработке уже 19 недель. И разрабатывается она лично мной, братишка. Хочу тебе выразить огромную благодарность за твою поддержку. За то, что пишешь мне комментарии по поводу игры. Я всё читаю. Всякие интересные мы рассматриваем. Спасибо за каждый твой лайк. Ну, в общем, как всегда, спасибо тебе за всё, братик мой. Значит, люблю, целую, крепко обнимаю. Значит, перейдём к игре. 19 недель в разработке, ребята. И прямо сейчас мы находимся уже в билде игры. То есть это shipping build. Что это означает? Это означает то, что в такой версии игра может попасть в Steam. Либо к тебе на компьютер, например, и ты уже в неё можешь поиграть. То есть запакованная полностью, заделанная игра для того, чтобы играть. Давай перейдём. Я покажу тебе кучу изменений, которые у нас произошли за это время, братик мой. Знаешь, в правом верхнем углу ты видишь FPS. И всё остальное. Значит, вот мы попадаем в наше убежище. Абсолютно переделанное убежище, ребята. Я вывел из стадии прототипа, да. То есть у нас с тобой при альфа версия игры. Но её нужно выводить в альфу. При альфа это вообще, по сути, неиграбельный кусок, где есть какие-то механики, да. Но которые практически не работают и так далее. У нас уже механики все работают. Дело уже в наполнении контента. Значит, расскажу тебе про убежище. Раньше ты видел прототипную версию. То есть где у нас прототипные текстурки, прототипные модельки. Я всё перемоделил, всё перетекстурировал. Если ты вдруг не знаешь, что мы используем. Игра, во-первых, на Unreal Engine 5. Использую для моделирования я Blender. Использую для текстурирования я Substance Painter. То есть по факту тремя программами. Ну и плюс Photoshop там в разных местах. Мы моментами с тобой используем. То есть по факту тремя программами мы с тобой создаём проект. Да, создаём игру. Всё, что ты видишь, сделано моими руками. И, соответственно, мы продолжаем с тобой наше приключение. Значит, по поводу истории игры. Мы с тобой являемся гладиаторами. Гладиаторами в мире, который после ядерной войны, после катастрофы, после апокалипсиса, был практически уничтожен. Богатые люди поселились в верхнем городе, который находится очень высоко. А земля превратилась в пустоши. Пустоши, зоны отчуждения с аномалиями, дикими скавенджерами, различными мутантами и всем прочим. В игре у нас будут различные режимы игры. Сейчас планируется первый для вывода в раннюю бету, да? В ранний доступ. Соответственно, это режим экстракшн а-ля Тарков, да? Ты должен войти, выбраться. Если не выйдешь, ты, соответственно, потеряешь всё, что взял с собой. Значит, по истории мира и лору я тебе расскажу всё подробнее. У нас будут всякие аудио, книжки, дневнички и всё прочее. По наполнению игры мы сейчас с тобой перейдём. Я почитал все твои комментарии и так далее. Ну, давай перейдём к изменениям. Во-первых, убежище. У нас есть главный компьютер, через который мы заходим в различные режимы. Открытый мир, вылазка. Естественно, всё, что ты видишь, братишка, поменяется ещё тысячу раз, да? То есть, как бы, всё, что ты видишь, может измениться в любой момент. То есть, всё оформление может быть переделано и так далее. Потому что ты сейчас смотришь на процесс разработки игры. Игра ещё не готова. Это не готовый продукт. И оценивать его нужно с позиции тех механик, которые я тебе показываю. У нас есть вылазка. Это режим волны, режим эвакуация, открытый мир, бункер отшельников. Ну, по факту, открытый мир, открытый мир мы всё перенесли сюда. Ну, я потом здесь поправлю всякие различные механики. Далее, у нас в игре планируется, после того, как она выйдет, мы разрабатываем сервера, серверную базу. То есть, игра выйдет в одиночке. А дальше я буду пилить и полировать, точнее, уже с кем-то, скорее всего, полировать сетевую часть. Я не хочу выпускать сетевую часть на серверах Unreal. То есть, Unreal Engine, он уже готовый для сети. То есть, в принципе, любая игра разработана, она легко адаптируется. Соответственно, все механики, они доступны сразу в игре. Движок, ты знаешь, сетевой Unreal Engine, на нём много сетевых шутеров сделано. И не только сетевых шутеров, даже и ммошки на нём сделаны. Ну, в общем, движок, в принципе, готов для того, чтобы я взял, например, стимовские сервера или сервера Unreal, и спокойно ты мог сразу по сети играть. Я не хочу этого делать, потому что появятся читеры, появятся хуёвые интерполяционные баги, которые есть у Unreal Engine. Этим мы заниматься не будем, мы будем делать свои сервера. Поэтому это процесс долгий, труднозатратный, и, соответственно, много денюжек требующий. Спасибо ребятам, которые поддерживают меня также на Boosty. Спасибо вам за то, что вы у меня есть, ребята. Ссылочка в описании на Boosty будет. СБР-саппортеры появятся у нас в Стелле. Такая будет Стелла на локации, и, соответственно, эти ребята появятся там. Также они есть в главном меню в списке. Значит, сетевой режим, статистика. Да, статистика пока не засчитывается. Достижения. Что такое достижения в игре? Как они будут вообще взаимосвязаны, и как это будет работать? Сразу тебе расскажу все особенности. Ты получил достижение, например, убить тысяча диких, да, тысяча скавенджеров. У тебя будет награда. Возможно, скинчик, да. Ты сможешь скинчик поставить на персонажа. И другой игрок потом в будущем в сетевом режиме увидит, например, да, что на тебе скинчик за тысячу скавенджеров. И так далее. За все достижения будут даваться скины на оружие, скины на персонажа и прочее, прочее, прочее. В почте пока ничего нет. Это наш главный терминал. Далее. Здесь у нас строится сейчас комната. В этой комнате будет стоять портал. Мы будем заходить не через меню. Когда мы будем выбирать режим игры, будет открываться портал, и только тогда мы туда будем попадать, в этот режим игры. Дальше. Дальше у нас крафтовая зона. Здесь будут еще всякие баннеры, вывески, как бы. Поэтому это еще ничего не доделано, ребята. Ну, такая стадия, как бы. Но все хочется рассказать, все тебе пояснить, знаешь. На это куча времени, на самом деле, нужна. Итак, значит, крафтовые станции. Здесь мы создаем оружие. Здесь мы апгредируем оружие. Здесь мы закупаем всякое разное. Не все, что ты видишь сейчас в магазине, можно будет купить. Да? То есть, это все предметы временные, и вообще интерфейс этот тоже временный. Я его переделаю. Сейчас он мне не нравится, как сделан, неудобно. Здесь мы создаем оружие. Выбираем пушку, которую создать. Сейчас четыре вида оружия в игре. Их будет очень много разных. И будет у нас модульное оружие, которое можно будет собрать на отдельном верстаке из разных кусков, которые ты найдешь. Это уже другой момент, другой аспект. Здесь мы храним наше оружие. Давай я тебе сейчас покажу. Допустим, мы создаем с тобой винтовку. У нас идет процесс создания. Все это будет озвучено. Не переживай. Все это будет озвучено. Будет визуальный эффект. И я хочу поставить на нее снайперский прицел. И я хочу поставить на нее вот этот глушитель. Купить патроны. Открываем инвентарь. Итак, наш инвентарь, ребята. Теперь мы видим своего персонажа. Винтовка скрафчена. Сейчас мы к этому перейдем. Я тебя сейчас планомерно погружу во все изменения, которые я сделал, братик мой. Значит, открываем инвентарь. У нас появился снайперский прицел. У нас есть глушитель. Это наш рюкзак. Это наши карманы. Карманы, это наши быстрые слоты. Они на клавишах 3, 4, 5, 6. Здесь ты можешь поставить эти клавиши в настройках, как тебе удобно. Инвентарь и слоты. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 клавиш, 8 слотов. Сюда ты не можешь засунуть то, что нельзя использовать в быстром слоте. Да? Допустим, я эти вещи на быстрый клик, двойной клик, могу засунуть только в трусики. Потому что больше их некуда применить. Только на верстаке, на оружие и так далее. Итак, у нас есть weapon attachments. Это надпись VA слева появляется у нас на иконочке. Когда у нас, соответственно, какой-то насадочка там или еще что-то, это все будет видно, что это VA, weapon attachment. Оно надевается на оружие. Как оно надевается? Мы ставим оружие в этот слот, забрали его оттуда. Начинаем модификацию и выбираем то, что у нас есть в инвентаре. Вот мы поставили, пожалуйста. Мы можем осмотреть, сделать общий вид. У нас есть показатели какие-то. Нажимаем выход. Забираем нашу пушку. Наша пушка с тобой готова. Да? То есть все, с инвентаря все пропало. Теперь мы видим, какие насадки у нас насажены здесь. И здесь показатели винтовки. Они будут меняться в зависимости от насадок и так далее. Сейчас это никак не меняется. Наш персонаж здесь. Ты можешь покрутить своего персонажа. Поставить его крутиться вот так, например. Остановить кручение. Да, он будет у тебя в центр. Либо смотреть медленно, либо так. Вот такой вот бегунок решил сделать, чтобы мы видели, соответственно, нашего персонажа. Далее. Значит, с этим все понятно. Ты берешь любую пушку, покупаешь. У тебя есть валюта, которую ты зарабатываешь, соответственно, от продажи предметов, от всяких разных вещей, которые ты можешь сделать. И, соответственно, ты тратишь. Да, я хочу, например, снайперку собрать. Я куплю снайперку, соберу на нее, соответственно, себе что-то. Еще момент. Давай купим тепловизор. И ты такой, а что он красный? А тот скоб был синий. Это раритетность предметов. Тепловизор это очень дорогая вещь. Поэтому, соответственно, если ты найдешь накатку, вставляй ее сразу в трусики. Потому что стоит она тысяча монет. Все, что стоит от тысячи и выше, а тысячи это очень много, будет у нас легендарным предметом считаться. Да, то есть тепловизор это легендарный предмет, поэтому такие вот дела. Продать я предмет могу, я купил за тысячу, продать только за 500, к сожалению. Потому что у нас половина цены. Покупка дороже, чем продажа. Дальше. Что еще? Это комната портационная, это у нас крафтовая. Здесь будет стоять генератор. Этот генератор нужен тебе для того, чтобы вот эти крафтовые станции работали. Для этого тебе нужно будет на вылазках находить ячейку энергии. А, грубо говоря, блок энергетический, который ставится сюда. Если у тебя энергии не будет, эти лампы не включатся, будет включено аварийное освещение и будет работать только центральный компьютер и портал. Все. Ты не сможешь ни купить на базе ничего, ни сапгрейдировать ничего, ничем вообще здесь заняться не сможешь. Пока ты, соответственно, у тебя не будет ячейки, которая будет, соответственно, забирать энергию на базе. Здесь у нас находится склад. Сейчас не смотри на интерфейс, я его весь переработаю. Здесь ты можешь что-то, например, вот у тебя есть, да, в инвентаре. Давай я, например, закуплю. Давай я покажу тебе по типам предметов. Мы берем лечебные шприцы, например, и вот насадочка у нас, да. Я, например, хочу лечебных шприцов сохранить на складе или положить это просто все на склад. Ты вот так нажимаешь склад, два раза кликаешь, все, у тебя есть две ячейки склада заняты. То есть это находится на складе, ты сохранил эти предметы. Да, но я сейчас накатку... Давай я оставлю здесь, например, глушитель. Ты можешь перенести вот так, можешь два раза кликнуть, клики работают. То есть здесь также быстрый клик. Если этот предмет используется быстро в инвентаре, да, то он, соответственно, у тебя появляется здесь. Переходим дальше плавно. Это склад, понятно. Теперь, ребята, у нас появилась броня. Это я сейчас взял, давайте покажу на свету, чтобы было видно. Это мы сейчас с тобой подняли. На X я могу скинуть предметы. Вот, это наши шлема. Это наша броня. Первого типа. Первого уровня броня, первого уровня шлем, второго уровня шлем. Значит, у нас теперь есть защита, и мы можем ее надевать. Беру бронь, два клика, она попадает в слот для брони. То есть эту броню можно использовать только в этом слоте. В трусике броню никакую засунуть нельзя, потому что трусики маленькие. Я не знаю, может быть, у тебя огромные трусики, но трусики обычно маленькие. Мы надеваем броню, видим ее на персонаже, и, соответственно, мы можем увидеть, как выглядит эта броня на нашем персонаже. Да, то есть, как бы, полностью можно осмотреть и, соответственно, увидеть, что и как у нас изменилось. Также и шлем. То есть шлем первого уровня, вот такой, надо его немножко видоизменить. Но я его до модели, мы еще, мы еще, как бы, ну, с тобой разрабатываем игру, понимаешь? Поэтому это все еще будет допиливаться модельки, переделываться и так далее. То есть, все это в процессе разработки. Это шлем второго уровня, да? То есть, есть показатели защиты. Что такое показатели защиты и как они сейчас работают в игре? Например, урон у нашего противника или у игрока другого 11-12. 8 из этого урона поглотит твоя броня. То есть, по тебе будет бить игрок или НПЦ всего лишь тройку. Чтобы твоё оружие стало сильнее, будет усилитель урона, который ты тоже можешь ставить на катки. То есть, будут игроки-танки. Это первый момент, да? То есть, у нас есть с тобой показатели такие. Второй момент. Теперь у меня к тебе вопрос. Нужно ли, чтобы броня уничтожалась? У нее был, например, сделаем здесь вот полосочку справа, да, такую. Показатель о ее разломленности. То есть, если она будет полностью уничтожена, то она исчезает. Если нет, то будет верстак для ремонта брони. Нужен ли нам ремонт? Или пусть игроки, скажем так, ну вот есть броня, потерял-потерял. То есть, как бы, нужно ли ее уничтожение? Сейчас у нас защита 8, я решил пока сделать таким вот образом. Далее. На персонажи у нас будут импланты. Что такое импланты? Импланты — это пассивные усилители твоего персонажа. Плюс к максимальному хп, плюс к стамине, к регенерации стамини, к регенерации пассивному хп и так далее. Можешь их ставить разные вариации. Имплант будет ставиться на левую руку, визуально будет видно вот здесь вот. На правую руку. И имплант будет ставиться на поясницу. Вот здесь. Ты тоже увидишь, если ты будешь видеть игрока, например, по сети играешь, ты будешь видеть, какие импланты на нем есть. Есть ли на нем какие-то импланты вообще, да? То есть, соответственно, таким вот образом будет у нас работать имплантационная система в игре. Интересно? Мне кажется, это очень круто. То есть, пока что три импланта я сделал. Также я планирую сделать еще один слот. Это будет слот на пояс. Что он означает? Ты можешь, например, повесить на него фонарик. Либо еще какие-то другие вещи. То есть, еще один слот будет у нас на поясе. Так, в карманах у нас шприцы и так далее. Это мы убираем. Это я тебе, надеюсь, понятно объяснил. Я хотел бы, чтобы ты предложил варианты имплантов, да? Как ты это хочешь видеть. И по поводу брони. То есть, это очень важные вопросы, которые надо решать и которые нужно делать. Я не работал над импактом, но мы можем посмотреть, как в билд-версию у нас стреляется. Какая у нас отдача? Это я не контролирую отдачу. То есть, разброс вот такой. В прицеле разброс. Вот мы видим разброс в прицеле. Если я контролирую отдачу, то, соответственно, мы с тобой стреляем в точку. То есть, я тяну мышку вниз, у нас идет контроль отдачи с тобой, да? Очень хорошо чувствуется ган. Мне очень нравится, как оно работает. В игре стамина затрачивается на рывок. На В. И на подкат. Сейчас. То есть, ты можешь подкатываться, и у тебя есть на В рывок. Да, бежишь такой, хуяк. Рывок. То есть, такие сейчас механики по перемещению, по мувменту. Подкаты офигенно реализованы, как в Call of Duty. То есть, мне, в принципе, нравится и устраивает, как персонаж сейчас выглядит. Это здесь я частые комментарии, которые вижу. Ну, не частые, а просто которые мне запомнились, может быть. Соответственно, сюда вот выписал, как говорится. Тут есть пасхалочка, тут есть комментарии. Ну, короче, такую стенку сделал, угарнул. Решил приколоться, короче, вместе с тобой. Дальше, что мы имеем? Это ты видел, это видел. В общем, замоделил я очень и очень и очень много всего. По поводу порталов. Давай мы с тобой выйдем в открытый мир. Войдем в рейд. Выйдем в открытый мир. Теперь портальная система. Расскажу тебе, как работают порталы, как работает выход. Вот ты попадаешь в этот мир. Внимание! Трансформация прошла успешно. Добро пожаловать в нижний мир. Сейчас будет снято силовое защитное поле. Будьте осторожны и внимательны. Хорошего отдыха. А, а у меня фпс не снимается для тебя. Ну ладно, фпс не снимается, братишка. Блин, к сожалению, фпс почему-то не захватывается. Ну, короче, у меня здесь 140-150 фпс. 150-160, вот сейчас показывает. 130-132. 140. Значит, мы вышли в открытый мир. Значит, что мы здесь имеем? Вот я взял с собой снаряжение определенное. Нахрена я взял шлем, блядь. Ебаный пушканчик. Ладно, здесь у меня тоже лежат всякие шлемы. Мы выходим в открытый мир. Это лишь маленькая часть, которая сейчас замоделена и которая сейчас построена. Мир огромный. Я тебе сейчас все покажу. Видишь, там появился портал. Портал раз. Там портал появился. У нас есть 30-ти процентный шанс, что появятся порталы. Еще есть местоположение портала там. Вот два портала у нас. Оттуда вылетели дроны-защитники. Да? То есть, если я побегу туда, сейчас мир не простроен. Вот, например, я побежал. Очень далеко и очень глубоко. Вот, я побежал. Я могу бежать бесконечно. Ну, то есть, карта здесь огромная. То есть, это не маленькая карта. Просто здесь еще ничего не построено и ничего не замоделено, ребята. Здесь у меня 300 фпс, блядь. Вот. Поэтому не думай, что там эта локация маленькая. Локация огромная будет, многоуровневая. Будут лестницы, будут здания. Будет город даже большой на этой карте. Интересный, со своими особенностями и так далее. Ну, то есть, будет очень много интересных и крутых особенностей в игре. Поэтому, братишка, ты не думай, что как бы сисью мнешь. То есть, ты сисью не мнешь, как бы. Вот тут есть уникальные и удивительные особенности в игре, которые просто нужно понимать. Вот это не маленькая карта. Это просто то, что есть. Нихуя, ты что, так далеко пошел, брат? Ты нормально? Тебе в порядке вообще нет? Ты где там резнулся, что ты не должен отсюда выходить? А значит, портал. Дроны защищают порталы. Если на карте не появится портал, а ты не выйдешь. Такой шанс может быть, кстати говоря, чтобы на карте не появится ни одного портала. Порталов может появиться много. Порталов может появиться ни одного. Портал может появиться один. Будет детектор порталов, пока ты бегаешь по карте и так далее. Но это уже другие интересные особенности индивидуального специалиста, как говорится, индивидуального характера. Поэтому с порталами тут интересная тема. Дальше. Портал появился. Мы его видим. Из него вылетают дроны. Он активируется, деактивируется. Ты можешь попасть в тот момент, когда портал активирован, деактивирован. И так вот-вот-вот портал активировался. Давай зачистим его. Зачищаем портальчик. Зачистили. И после того, как ты зачищаешь всех защитников, портал открывается и показывается таймер. Сколько? Кто? Кто по мне? Ты чё там наебашиваешь? Ебать, там дроны летят оттуда, с того портала. Они не должны на таком радиусе говорить. Да ну нахуй, дроны аж с того портала прилетели, ебать меня. Но это я исправлю. Я, видимо, радиус неправильно указал, что... Короче, дроны должны говорить друг другу, если они рядом. Всё, я проебал выход, да? Портал закрылся этот. Но он снова откроется. Поэтому не переживай, если ты не успел выйти или не захотел выйти, или ты хочешь просто поформить дронов, с них будут определённые части падать. Можно будет шанс выбить очень редкий предмет. Вот, продать его потом. То есть можно будет поформить дронов, насколько у тебя патронов хватит, как говорится, да? Блядь, у меня дроны полетели аж оттуда. Ёбаный пиздос, театр моей мечты, нахуй. Такого быть не должно. Вот, поэтому... Эта тема... Блядь, темнеет, кстати говоря. Эта тема такая. Поэтому я решил сделать так. 10 секунд нормально. Как ты считаешь, стоит ли делать рандомный таймер? Или пусть на 10 секунд он открывается? Это очень важный вопрос. Так, сейчас мы здесь подфармим немножечко. Слушай, а я патронов не взял. Но у меня есть снайпа, который там лежит. Давай я заберу тот лут, который есть. Это лут для тестов вообще у меня. Поэтому я этот лутецкий так... Приберёг, как говорится. Пускай он здесь лежит. Здесь ещё шприцы. Хм, я не хочу все... Если вдруг меня убьют, я не хочу терять все эти шприцы. Как мне сделать лучше? Ты можешь сделать вот так. Положить в трусики, да? Например, шприцы. Я хочу взять с собой 4. Я выкладываю 4 шприца. Они попадают сразу в карман. Стаку здесь. И 6 я сохраню. Если вдруг меня убьют, то 6 шприцов я вынесу в трусиках с собой, да? То есть у меня хороший момент. Дальше смотрим, что мы здесь находим. Бля, одни патроны прокнули. Вот сейчас не хватает никаких фонариков, подсветочек и так далее. Куда все разошлись? Здесь должны быть ребята. Этот прицел с тепловизором будет ещё у нас. Ночного видня прицел вот здесь может прокнуть лут. Блядь, патроны. Нихуя не прокает, короче, лутом. Я решил лут разбивать по локациям. Здесь сейчас падает лут везде свой. Но так как это радарная станция, здесь будет падать тоже военный лут. Будут здания с военным лутом, поэтому... Сейчас здания внутри не построены. Всё, в разработке, ребята. Занимался всю неделю перестройкой базы. Моделил кит, текстурировал его. Потом делал каждый мешек. Каждый, блин, blueprint создавал. Это просто пиздец. Это очень муторная работа, на самом деле. По текстурированию, моделированию и так далее. Братичечка глибала. По поводу звуков попадания. Они есть. Вот такой. Слышишь? То есть сейчас вот, когда лицо отлетел, был звук такой. Я хочу звуки более явными сделать, попадание, импакт, чтобы были. Поэтому эта тема такая. Здесь у нас тоже портальчик. Там он челик. Братанчик. Ну и блятины постреляли, как бы. Без брони, кстати, они разъебут меня очень быстро. Сейчас абсорбент урона очень и очень серьёзный. Ну, 160 кадров, как бы. По кадрам всё нормально. Как ты видишь, в игре вообще нет никаких подгрузок, разгрузок, отгрузок и так далее. То есть игра в этом плане сделана... Восхитительно, Вася! Просто сейчас оптимизация... Ну, а это на моём компьютере. RTX 4090. Как бы. Я хочу, конечно же, игру настройки большое количество параметров сделать, чтобы можно было как-то подстроить игрокам для того, чтобы как можно слабее компьютеры чувствовали себя хорошо в этой игре. Ну, вот, допустим, я вынес этот лут. Ну, у меня есть греночка, блядь. Ну-ка, смогу ли я на дрона прикрепить греночку? Блядь, промазал. А? Исчезли. О, летят нахуй. Родненькие. Вон они, вон они. Ебашат по мне, блядь. Прямо, прямо оттуда, ребята. Прямо издалека. Где ещё один? Так, это эти, ребята. Чтобы меня припиздюлить. Я считаю, что какой-то урон должен всё-таки проходить. Минимальный. Не должно быть полного абсорбента, как сейчас. Потому что, ну, вот, допустим, я сниму здесь четыре брони. Давай поставлю два брони, да? Вот, с первым шлемом уже урон проходит. Ну, ты что там, пиздонушки, что ли, блядь? Хватит летать ко мне сюда, блядь, через все порталы, нахуй. Летят наебенивают, радостные. Блядь, надо выйти в портал этот. Дай-ка я, дай-ка я его перекрою. Зачисточку сделаю, а то ночью неуютно. Всё, выхожу в портал. У меня есть 10 секунд, чтобы выйти. Выходим на базу. Если я здесь умру, да, то есть я здесь и останусь. То есть, как бы, всё, лут теряется, всё абсолютно теряется. Поэтому тут тема такая. Поэтому, братишечка, моя сестрёночка, это всё очень и очень жёстко. Так, значит, я вот вынес лут, например, да, я офигенный парень. Я, например, хочу вот эту броню засейвить. Я засейвлю эту броню, а вот этот шлем я продам. Он мне сейчас не нужен. Я захожу сюда, нажимаю продать, продаю предмет. А, и в трусиках я ещё хилочки взял, да. Ну, мне три хватит сейчас на следующий. Я сейчас пойду в режим волны, например, схожу, да. Выкладываю из трусиков. И я положил, соответственно, сюда себе на базу предмет. Пойду схожу в режим волны. Он, кстати, в старых прототипах. Давай посмотрим, как он работает, сколько там фпс и чё и как. Режим волны. Мы должны с тобой дожить до десятой волны. Всё, что мы вынесем, мы вынесем. Если мы умрём, то я патронов не взял. Ещё один гладиатор хочет попробовать свои силы на арене. Ну что ж, ты готов к волну? Готовьте кошельки и делайте ставки. Я здесь давно не был, давно им не занимался. Это ещё первый прототипный режим. 200 кадров. Давай посмотрим. Я волна! Новая волна! Они будут постепенно появляться. И бежать на меня. Бля, у меня не было патронов. Придётся со снайпера. Ну, на снайпе у нас много патронов. С них ничего не упало. Давай отработаем вот этот режим. Посмотрим, как он играет. Есть ли под лаги, под глюги? Это нас интересует. Есть ли у нас какие-то подгрузочки? Вообще, это делается в профайлере в Unreal Engine. Но так как мы сейчас просто играем, мало ли чё может быть. Мало ли чё может быть, братик мой. Портал откроется на 10-м волне. И каждую волну я зарабатываю. Усюка. Блядь. Тут ещё гранаты, кстати, я же взял, да? Такой я был. Тут гранаты валяли. Надо сделать, что патронов нет. Звук на щелчке. Дальше. Давай гранаты поставим сюда. С них больше ничего не падает такого. Слушай, я не доживу, мне кажется. Это жёстко, на самом деле. Я уже так приноровился центр видеть в этой игре. Ну, хотя, в принципе, это и в предыдущих играх, в которые мы с тобой играли. Блядь. Блядь. Поебалу на. Я волна. Слушай, ну мне не хватит хилок, они очень сильно дрюкают. Сейчас придётся гренами использовать. Блядь, хилочка выпала. Патрики на Аптик. О, боже мой. Так куда же он? Новый он. Тихо, 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 тихо. Липушки, липушки, липушки работают. Прицепляем липучки к ним. Главное на себя, чтобы не... Не шлёпнулось. Хорошо. Есть Патрики на Аптик. Но в маленьких количествах, конечно, патроны падают. Но есть. Есть патроны, есть, ребята. Мне кажется, я до десятых могу дождусь. Эти режимы будут на рейтинг. Ну, то есть, будет рейтинг среди игроков. Кто до какой волны дошёл. Кто столько прошёл. Противников будет много, естественно, разных. Сейчас у нас противников один, считай, грубо говоря, такой вот. Ну, ещё дроны, два типа. Это очень мало. Но игра у нас при Альфе, в другой-другой стороне. Вот встали мои родненькие. Сейчас мы здесь их и подфармим. Ай, да красава! Ай, да молодец! Тупой, искусненький лек. Ну, не доработали ещё. Ещё работаем ещё в разработке. Так, какая у нас волна? У нас сейчас волна шестая. Давай сделаем седьмую. Эта локация будет полностью переделана. Она будет другой. Вот. Поэтому сейчас это всё прототипная версия. Тих-тих-тих-тих-тих-тих, маленький. Ебало. Ебало. Ой, больно очень. Миличники рубят. Без брони... Это просто нереальная тема, на самом деле, здесь пережить. Без брони здесь нереально выжить, ребята. Это просто пиздец. Бля, я дойду ли я? До десятой. На десятой будет появляться босс. Новая волна. Он. Какой он будет, мы придумаем. Ты можешь остаться после них. И сундуки будут ещё появляться. Но с контейнерами я ещё не работал. Поэтому я буду контейнеры... ...делать... ...делать в скором времени. О, сука. Трудненький, блядь. Все получается. Посмотрим, что будет дальше. Так. Что-то с них нихера не падает. Но патронов я подфармил, на самом деле. Я подфармил. Я волна! Новая волна! Ну, сейчас жесть начнётся. Мне до десятой не дадут, мне кажется. Блядь! Блядь, ебут-то как, а? Блядь! Господи, моя игра меня... ...черепышкой. Так, хорошо. Делали. Сделали, отходим. Отходим. Чё, я по кому не попал? Вы чё, ебанут? Извините. Ебанулись? Хорошо. Ещё один закрепочный. Ля, ребята. Не знаю, получится. Хилок нету. Это девятая волна. Сейчас будет десятка, ребята. Сейчас главное пережить десятку. Нормально. Сейчас раскидаюсь гренами. Грены, кстати, стал прокидку сделать подальше, чтобы летели побыстрее. Главное дожить, пожалуйста. Десятая волна. Что будет дальше? Вы посмотрите на него. У него всё получилось. Фух. Слушай, если ты глотые или настоящий гладиатор, можешь сбежать и всё забрать, и можешь заработать больше. Вот, смотри. Когда режим волны у нас заканчивается, будут появляться сундуки. Сундуки будут рандомно, у тебя будет время их найти. Если не найдёшь, не найдёшь. Контейнеры с лутом. Там можно рандомно что-то заработать. Чем больше волна, тем больше награды. То есть, если я сейчас останусь после этой десятой, я вот заработал 171 монету. Смотрим. 1080 монет, да? Выхожу отсюда. Я могу остаться и зарабатывать ещё больше. С каждой волной больше монет. Больше лут. Интересней лут. И так далее. Все эти механики, они работают. Вот, 1251 монетка. Плюс я кучу гранат забрал. Ну, гранаты я оттуда забрал, как бы они там валялись. Мы можем их взять все и продать из инвентаря. Они нам нахер не нужны. Но в кармане опять говоря, я все хилочки потратил. То, что я все хилочки потратил, это хуёво. Но у нас на складе есть хилочки. Поэтому мы берём, кладём в трусики. И, например, я возьму с собой вот так вот, да? Зачем мне в трусики их кладь? Ну, я могу сохранить, например, да? Вот эти два. Одну возьму так, чтобы вдруг не потерять. Поставил на разные слоты и получаю удовольствие. Вот этого. Дальше чё? У меня есть винтовка снайперская. Я её терять не хочу. Я её повешаю на слот. Да, а это слот сохранения. Если я сейчас пойду на вылазку и не смогу оттуда выбраться, да, например, то я, соответственно, усё потеряю. Как бы, и у меня винтовочка останется. Или на там режим волны я пойду и так далее. Вот такие механики по вылазкам. То есть эти два слота сохраняют твоё оружие. В будущем ты сможешь ненужное тебе оружие класть сюда и разобрать его полностью за бабки, чтобы, например, купить что-то другое. И так далее и тому подобное. Таким образом, у нас будет много врагов, различные рандомные ловушки, подземелья, ключи от подземелья, возможности выбраться, не выбраться. Открытая зона будет расширена, будет большая. Соответственно, когда по сети это будет режим эвакуации, это будет офигенный экстракшн, будут игроки прятаться, ныкаться, как бы тоже искать порталы. Кто-то будет подсиживать у порталов где-то вдалеке смотреть, будет ли игрок активировать портал. Механик в игре намечается, ну просто пипец, ребята. То, что я делаю, в это очень интересно играть, по крайней мере, мне будет. Когда будет много разных тип броней, имплантанты, ты сможешь делать билд персонажа, да? Можно будет делать связки, завязки и так далее. Это уже будет похоже... Так это уже похоже на игру, её, в принципе, в Steam выпускают и не такое, конечно, но здесь мало сейчас врагов, здесь мало локаций и так далее. Контента, наполняемости сейчас нету. А так, в принципе, больше прицелов, больше оружия, больше типов врагов, интересные механики для врагов. И вот тебе уже интересный готовый продукт, который можно пилить, допиливать, выпиливать, распиливать и так далее. То есть очень много интересных механик у нас ожидается. Плюс ты сможешь украшать убежище, тебе нужно ухаживать за убежищем. Ребята, идей просто миллиард, миллиард. Я знаю, как их все реализовать. Вот время. Вот время, ценный ресурс, который, да, соответственно, времени на всё не хватает. Поэтому тут... Блин, братишка, спасибо, что поддерживаешь. Я делаю эту игру, я вижу твои комментарии, и, соответственно, я прям кайфую от этого всего, братик мой. Я кайфую от того, что у нас получается. Хочу выразить огромную благодарность Алексею Шевелёву, который меня поддерживает уже так много месяцев. Братишка, огромное тебе спасибо. Очень помогает мне. Потому что я не занимаюсь делом, которым занимался. Соответственно, мне пришлось уйти, бросить кое-какую работу для того, чтобы заниматься полностью этим продуктом. И я сейчас трачу все силы, время на то, чтобы пилить эту игру и сделать её интересной. Поэтому, братишечка, ещё раз спасибо вам. Спасибо огромное Алексею. Спасибо вообще всем, кто в этом списке, за всю вашу поддержку. Алексею, спасибо за то, что каждый месяц поддерживает меня. Спасибо, братики мои. Если кого-то не дополнил, дополню обязательно. Сделать это можно на Boosty, либо на стриме можешь прийти. Кстати, завтра, скорее всего, будет стрим. И поддержать. То есть, как бы, приходи, обязательно буду ждать тебя. Также подписывайся на телеграм-канал. И обязательно напиши мне какие-то свои идеи. Как что улучшить, как что сделать и так далее. По-твоему, было бы хорошо в этой игре. Потому что я это всё воспринимаю. И какие-то идеи беру на заметочку. Всё это записываю и так далее. По поводу мужского и женского персонажа. У нас есть женский персонаж. У нас есть мужской. Нагрудник я подкорректирую для женского. Сейчас он не подкорректирован, к сожалению. Вот, а так ты можешь на мартышечку похоже, чем-то, блин. Я хочу женскому персонажу хвостик сделать вот здесь. Чтобы было более женственно. Давай вот за женского зайдём. Чтоб тебе было более понимание какое-то видно. Жалко, что ты фпс не видишь, блин. Вот, не записывается у меня. Не тот захватчик кадров. Вот, женский персонаж у нас. Он так выглядит. Женский. Женский персонаж, да? Снимем нагрудник. Увидим тутульки. Тутульки есть? Персонаж. Пре-пре-пре-пре-пре. Альфи, препродакшн такой. Такой ранний-ранний доступ персонаж, как бы. Ну, я над ним ещё не доработал. То есть, как бы. Но женский персонаж у нас есть. Женский персонаж имеется, если что. Он пониже, как ты видишь. Вот, у тебя камера пониже немножечко. Ты поменьше такая, юркая. Сучечка такая, как бы. Но тоже гладиатор, как бы, получается. Вот, поэтому, братишка, пиши, значит, что думаешь по этому поводу всему. Я стараюсь тебе делать видео. Так как работаю много над игрой. Но надо, на самом деле, брать перерывы. Потому что, так как я сижу и хуячу. Это пиздец. Сейчас трудоголизм вот этот ни к чему. Потому что со свежей головой. Вот я когда перерыв делал. Да, я месяц не разрабатывал игру. Я пришёл со свежей головой и исправил, починил и сделал вещи, которые голова не доходила сделать, пока я пилил без перерыва. Поэтому надо отдыхать. Надо отдыхать от таких разработок и так далее. Но, ребята, то, что сейчас получается, это очень классно. Когда игра выйдет, ребята, не знаю. Планирую в конце лета. А вывести в ранний доступ. Если всё получится, выходит. Если нет, там же ещё документальное оформление. А там очень много моментов таких, ребята. Поэтому не всё так просто в выпуске игр. Это не просто взял и выпустил. Понимаешь, тут очень много нюансов. Игра будет платная, ребята. Сколько будет стоить, тоже не знаю. Всё узнаете, когда я всё узнаю, как говорится. Всё, целую, люблю. Спасибо тебе за всё. Не забывай поставить лайк. Я очень старался над этим видео. Пока-пока.